Сегодня у нас 19 сентября 2016 года. Мы возле лагеря находимся. Туман. А вот с чем это связан туман? Это влажность при тумане 100% влага. Она оседает каплями. Игнатий Тихонович, а что значит Христос сказал заповедь блаженствую, блаженны миротворцы? Как быть миротворцем, чтобы исполнить эту заповедь? Это очень большой вопрос. Потому что Ян Златоуст говорит, это одно единственное, что на земле уподобляет Сыну Божию. И вы наречены будете Сынами Божьими. Миротворческая деятельность очень высоко оценится на правительственном уровне, когда примеряется страна. Но оно невозможно, когда люди напоминают, а вот у меня там-то, вот сейчас американцы разбомбили сирийцев, помогли боевикам, но они говорят, что не хотели, ошиблись. А летчик-то что, координаты дали, не те ему, хоть мать родная будь на земле. Это миру не содействует. Значит, участвовать в этом нельзя было. В этой бомбежке я просто примеры говорю. Мир творить, в первую очередь, надо понять, что такое мир. Мир трех порядков. Первый, это самый главный мир с Богом. Установить мир. Вот его надо разобрать. Как установить? Дальше. Как установить мир с ближними, с окружающими, с людьми. Отношения с Богом. Начало, как десятисловия, шесть заповедей, сотворих у мира, там прочее. И дальше начинается непрерыводействие, не лжесвидетельствовать. Отношения, шесть заповедей по отношению друг к другу. По отношению к Богу заповеди четыре. Взаимоотношения с Богом, как установить правильное. С человеком шесть. И далее нужно уже проникать внутрь себя. А может быть и на первом месте. Установить мир самим собою. Чтобы на душе было умиротворение. Эх, не туда пошел. Эх, не туда поступил. Кончил институт, а не нравится. Ну не нравится с покойниками возиться, резать трупы эти. А другой, он этим живет. Вот меня, просто попутно сказать, очень знатные люди, там, генералы армии, там, да, генералы армии, которые мне сообщали, говорят, более счастливого человека, чем вы не знаем. Мэр города, там, губернатор, это первые лица края, я знаю только. И в интернете. Один раз натолкнулся на меня, шел лоховец Тручков Александр, профессор. И он, другим уже, слышу, гляжу он в интернете. Я нашел человека, первый раз встречаю, полностью счастливый. Кто такой? И он оказывает мою биографию, рассказывает. Я спросил, а почему вы так считаете? Краевой судья, Пашков Виктор Иванович, генерал-майор. Сидят там, два генерала-лейтенанта, ну, разные должности, как бы, прокурор края, там, начальник юстиции края, там, мэр города, и говорит, а мы только о вас рассуждали. Пикник там какой-то, ну, день рождения отправляли. Вы делайте то, что вам нравится. И в этом вы находите счастье. Да. Вот мы находимся в детском, на территории детского лагеря. 45 лет я занимался. Меня душили, давили, уголовные дела возбуждали. Ложно. Ни одно до дела не дошло. Я в ответ подавал иски, все процессы выиграл до одного, до одного. Заплатили, опровержение дали в газете, в интернете, там, не в интернете, а по телевидению. Мне нравится строить. Я 40 лет в саже. Печник, 40 лет. И я не просто печник, а печник с завязанными глазами могу сделать печь. Каждый кирпичник положить на место. 40 лет. Выработка у меня почти всегда была 280-300%. Это говорит о том, что у меня ни один кирпич мимо не пройдет. Два человека, три меня обслуживают. Только подают раствор кирпича. Две печи от фундамента трубы. В день. Оно мне нравится. Да как можно нравится? Сажа, глина, грязь. Ни мастерок, ни молоток. Я не говорю про лопату. Никогда не были грязными. Никогда. Ни разу. Вот что-то. Принцип. И вы счастливы, да. Вот на днях пришлось трубу ставить. Ну и маленько в трубу заглянуть там. А там не топили 13 лет. И паутина все. Я палку взял, палкой убираю. Мне для меня как аромат какой-то. Сажа-то полетела, когда на меня-то. Но другой бы шарахнулся. А я еще дальше туда. Сажа на меня. А я вернулся в свои молодые годы. Печь. Я столько благодарности имею в жизни. Прихожу домой. Стоит там, не знаю кто, капитан, кажется, милиция под окнами. А жена говорит, второй час стоит и не уходит. Зима. Я говорю, вышел что? Печь-то не топится у нас. А живем на одной улице. Я замерзаю. Ребятишки замерзают. Пожалуйста. Я говорю, зимой я не делаю. Пожалуйста. Мне некуда деваться. Я дальше стал говорить о трудности и прочее. Все. В ночное время я пошел. К утру была печь сделана. Ты понимаешь, ни один человек в Барнауле в эту ночь не был так счастливый, как этот человек. Другой мастер. Мастер ФЗО. Ну не печник, он по другим делам. И вот ему сделали. Они там делали, говорит, неделю целую вдвоем-то. Сделали, а она не топится. У меня мама больная. Лежанка надо, чтобы обогревалась. Ну посмотрите, что у меня не так. Я пришел. Как вас звать? Да Александр Владимирович. Александр Владимирович, я не хочу вас обижать. Но печь совершенно негодна. Да что сделать? Ну разобрать надо. Они ему трубу сделали. Я, говорит, у нее пролез. Еще по трубе. По трубе пролез. Вообще. Доминная печь. Я не топится, что я разобрал. У нее вопросов нет. Я, говорит, ФЗУшников сейчас человека четыре возьму. Своих, говорит, учащихся. И они отшлифовали каждый кирпичик где-то. Ну я пришел. Правда, печь с затруднениями была. Одну печь сделал. Это печь. Котел. И лежанка. Чтобы грелась одновременно. Понимаешь? Хотя рассказываю. И счастье. В город едут люди, которые встречаются. Это вы у нас печь делали. Как мы вам благодарны. А уже прошло 25 лет. Представь себе. Меньше топлива. Тепло до самой земли. На полторы тонны, говорит, меньше. Жжем. И никогда не дымит. Хозяйке больше не надо. В духовке все кипит. Вот так миротворец. Я обращаюсь к тому, что должен внутри мир установить. Работа как надо. Женился как надо. Встаю как надо. Заболел зуб. Вот сейчас у меня вторая, кажется, половина. Вот надо зуб вырвать. Так и говорит. В город поехать зуб вырвать. Вырвать корень. Не видно его. Разрезать десну тебе будут. Инфекцию занесут. И ты помрешь. Не ходи. Не ешь сладкого. Два дня в рот ничего не бери. Ну и подсасывай маленько. У тебя лучше будет. Там гной отойдет. И сплевывай. Вот и ничего не надо. Миротворец. Она на меня недовольна. Я говорю. Ну я не иду. И ты не иди. Еще таблетки разные. Не ешь ни одной таблетки. Ты простывший. Я тебе еще советую. Картофельный отвар. Над картошкой. Ни копейки не стоит. Я нигде ни за что не плачу. Ну молоко покупаем. Только это. Я поэтому счастлив. Мир внутри. Я рад, что я православный. Я рад, что у меня есть друзья. Есть враги. Незнакомые. Что есть сайт, форум, ютуб. И в фейсбуке разное. Это люди сделали? Почему друзья? Бесплатно. Бесплатно. И вот на днях. Я вступление все делаю. Значит мир внутри должен быть. Мир с самим собою. Вот какой я есть. Я посмотрю на тело свое в бане. Я доволен. Говорю. Голову отрубить. А тело выбросить. Никто не скажет, что ты 77 лет старику. Но я не старик. Это так уже. Слово. Понимаешь как? Я доволен. Доволен, что вот именно в этом месте мы раз в 15, наверное, меняли место нахождения лагеря. Что именно здесь. На самом возвышенном месте. Ветер дует, комаров отгоняет. Недалеко лес, братья, где-то недалеко у нас колодец. Ну все как надо. Деревня недалеко. Я куда ни гляну, никуда нельзя сдвинуть лагерь. Я доволен. И это людям понятно. У меня внутри все время мир. А с ближними, с ближними надо идти на компромиссы. На компромиссы, чтобы был мир. А какие компромиссы? Не требовать иногда то, что тебе по праву принадлежит. Вот пример. Я не называю имен, потому что я с людьми с этими не разговаривал. Согласны не это опубликовать. Но у меня только утром сегодня эти разговоры были. Один пишет по интернету, другого я по телефону достаю. Вот к нам приезжает один человек, и не один, а с ребятишками. Я беру телефон и звоню в Барнаулу, говорю, дорогой брат, ты привези. Дальше я ни о деньгах, ни о чем не забочусь. Как там смотрятся? Ну, я думал, что это все будет как? Ну, ради Господа. У этой женщины были у меня дети здесь, ну, определенно, 6 тысяч за 30 дней. Я покупаю все. А она прислала за троих, да за троих, 3 тысячи. Да приехала тут еще и сама побыла. Я когда узнал, что у нее еще ребенок есть, я ей тут же все до рубля вернул, а деньги она прислала, детей неподготовленных. Тут же, еще когда уезжал, и на дорогу дал ее. И остались хорошие отношения. Хотя я был не всем доволен, это все отметается. Между нами мир. Теперь я ей говорю, ты знаешь человека, о ком я говорю, он тебя привезет. Как договорятся, не знаю. А оказывается, у нее там знакомые, знакомые и мне знакомые. Этот знакомый присылает деньги, деньги ей дает и говорит, вот столько-то приехать тебе, чтобы хватило. Доехать сюда. Ну, на дорогу. Я уже даже скажу сумму, 20 тысяч. От Барнула 20 тысяч, это с избытком. Но на такси 5 тысяч стоит. И который человек повез, он говорит, там, детей-то всех брать не надо. Ну зачем? Нет, я два такси найму. То есть, она деньги не ценит. Почему? Не ее. Это сильно людей развращает. Развращает, запомните. Это слово не надо бояться. Михаил Сергеевич Горбачев выступал в Иркутской области. Это я помню. Он говорит, несметное сокровище развратили нас. У нас, говорит, пресная вода тратится на человека больше нормы в 70 раз. У него данные были. Я это запомнил. Развращают. Меня не развратило. Это почему? Я поставил себе правило. Если мне кто-то что-то дает, деньги, ну деньги, я сидел себе морковку сунул тут с огорода, но деньги, деньги это валюта, то я эти деньги брать не могу. Это я взял с первого дня сознательной жизни своей. Нас отец приучил. У отца нашего инвалида войны безрукого 10 детей было. Он учил только работать. Рот на чужое не разевать. Я если где-то пообедал у кого-то, я стараюсь после этого узнать, сколько стоит обед и в два раза больше заплатить. У меня за стенкой жила Марина Дубунова. Она один раз меня уговорила поесть. Я узнал, сколько, и тут же заплатил. Это меня подожгло. У меня деньги нужны, а я должен заплатить. Если мне в карман положили, я посмотрел, десятка, старыми деньгами, десятка это деньги. Я обязан отдать и приложить, что у меня еще есть. Всегда одинаково поступать. Сколько бы мне ни положили, это не мое, но к ним сколько могу, и тут я не назначаю. И поэтому, когда что-то где-то дают, там поехать на билет, я как огня боялся этого. На чужой счет не поеду, потому что, ну куда-то... А если на миссии, миссионерские дела, тогда вопрос другой. И вот, дали-то 20. Этот брат уговаривает эту женщину, ты не бери всех детей, на одном такси поедем. Она деньгам счет, говорит, не знает, в каждом раз два такси. Я ее не сужу, я просто говорю, обстоятельство какое. Ну, естественно, он говорит, туда-сюда, это 5 тысяч стоит бензин. И кроме того, детей садить в кресло, просветлела деревня, видать маленькие. Гляди. Чуть-чуть просветлела. Какое-то, думаю. Вот. Одно такси бери, одно. Она дает два. Берет два, потому что там человек, который помогал, мы это все видели. И дает ему деньги заранее, я вам плачу. И он и берет. Он берет не от нее, а эти деньги отпущенные. У нее остается на дорогу не истрачено еще 15 тысяч. Но это все она дает сведения другому человеку, который исключительно честен. Исключительно. И в его представлении он там с многодетной содрал и ушел. А дорога еще допекала ее там, обличал. А обличал в чем? Она сама регулирует окна, то жарко, говорит ей, то холодно. Ну, не буду я тебе открывать окна-то, ты сама открывай-то. И будто бы здесь не были простывшие, а что-то простыли дети. Но это не об этом речь. В своих руках это было и закрытие, и все. На двух машинах ехали. А теперь он с нее содрал деньги. Он не сдирал, и деньги не ее. И она-то заранее договорилась. Он рисковал, пристегивать нечем. Большой штраф ему платить пришлось бы сколько где-то. Но оба брата хорошие. Что делать? А видно, что тот брат огневался и говорит, вот так вот сделал он. Пес настоящий. Ему только помогите, говорит, жернов на голову надеть, да в пруду утопить его. Чтобы утопился. Ну, это присказка просто. Тогда я утром сегодня, я не звоню, но тут пришлось. Сижу в интернете. Утром еще в 5, кажется, 20. Я достаю свой мобильный. Открываю и набираю. Брат сразу гасит меня. Он знает, что у меня денег нет. И сразу звонит. Так, брат, такое дело. Слушай внимательно. Ты возил такую женщину? Возил. Довез благополучно? Да. Деньги брал? Брал. Сколько? Он называет все как есть. Зачем же ты это сделал? Ну, дети ее были у меня, я за 2 года не взял ни рубля. Поил и кормил, и на дорогу дал. Да еще тут утопшили, там девочкам что-то подарили. Да как, мы же договорились с ней. Я таксист. Ну и правильно, договорились. Да деньги-то не ее, ей дали на это. Я прошу тебя, ради Бога и ради меня, сохранить добрые отношения, мир установить. Нет мира между тобой и одним человеком. Ты узнаешь, что тебя что-то имеет, положи дар твой. Пойди примирись. Примирись. Слово мир-то вводит перемирие. И поэтому попрошу тебя, верни эти деньги ей. Сегодня же. Да что я ради буду возвращать-то? Фото деньги мои я на бензин истратил. Он платит налоги, он таксист. Я не могу его никак пробить. Но она недовольна, понимаешь? Ну я, у меня пенсия 6523 рубля. Я тебе отдам пенсию свою. Ну пенсию отдать, а он зарабатывает. Он, нет никак. Наконец, я прошу тебя, умоляю, ради меня, ради меня, немощи моей. Я хочу, чтобы был мир. Понимаешь, как трудно дается? Я говорю, помнишь, там у нас была одна женщина, там, десятину не хотела. Я сказал, я плачу за нее за десятину, чтобы только был мир. Я беру на себя это. Она начала возникать, там пошла, а потом вернулась. Мир установить, это чего-то стоит. Уподобляет Сыну Божию. Он дал не деньги, а жизнь, чтобы примирить нас с Отцом Небесным. Я говорю, дай мне слово, что ты сегодня же ей отдашь деньги. Пять тысяч. Молчит. Отдашь или не отдашь? Иначе я на тебя войной пойду. Я уже мира у него не прошу. Иду на вы. Отдам. И отдай с любовью. Отдай по-хорошему. Ну это, в общем, договорились. Если ты отдаешь, разговор закончен где-то. И ты хороший. И брат, который побуждает к этому, разговора бы не было, если бы он был, она ему не сказала-то. А она ссорит деньгами, потому что они не заработаны ее. Она им цены не знает. Нас отец так не учил. У меня жена так. Звонит. Прям по пустякам. Я ни разу не звоню. Что-нибудь. А я поеду в Новосибирск. Мне сестра с севера деньги прислала. Послала? Отдай ее на милостыню. Но она же прислала мне. То есть, ничего не могу сделать. Ну прислала. Что-то показать. Вот рубашка. Я ее каждую субботу стираю. А потом тут же просушу и опять надеваю. Меня так совесть приучила. Ну и вот продирается и продирается. Плечи-то носишь там где. И я из крепкого материала пришил. Говорят, как погона. Ну погона и погона. Ну и на молитве комару кусил. Я начал маленько согнать. И рука провалилась. И где шило, отодралось. И дыра еще хуже стала. И сегодня утром я пришивал. Ну разве это жизнь? До самого нижнего. До трусов у меня все в заплатах. Я одеяло. А мне радостно. Почему? Я ни у кого не взял ни рубля. Ни на что. Это мне подарено. Ну, воинское училище. Ликвидировали. У меня хорошее знакомство. Мне дали 70 кетелей, 70 шинелей. Разные там коврики, фуражки, афганки там что. Ну, знакомство. Да, последнего снабженца было. А кто главный был? Генерал-полковник Пинков. Генерал-полковник. Понятно, с какими людьми знать все надо. И тогда у тебя будет мир. Задобрить. Человек что-то имеет где-то как-то. Да дай пять тысяч. Да приложи свои еще пять сверху ей-то. Это же дело-то нажитое. А ее приучать. Он дорогой говорил, там обличал, гундел, говорил по делу, что он сказал с его слов. Говорил о том, что надо жить экономно. Это 19 глава, 4 стих Сирахова. Кто-нибудь во что ставит малое, мало-помало придет в упадок. Мало-помалу. Тебе-то научиться этому надо. У тебя дом теперь есть, кирпич. Теперь надо сараем везде все где-то покрыть. Где-то шиферину купить, где-то железку купить. Каждую же синку к себе тащи. Вот он приезжал, бывший хозяин Павел, выкапывал, выкапывал какие-то яблони. Ты узнай куда, где. Пересади их перед окном. Перед окном этот палисад, который есть. У тебя яблоки будут здесь. Может саженцы выпушить с Украины. Какие-нибудь абрикосы. Попробовать. То есть тут это труд. Мирить людей нужно в первую очередь с Богом. Поверь, мы пока грешили, не знали Бога, были во вражде с Ним. Были врагами Ему. Но Он возлюбил нас, когда мы были еще неверующими. И Он дал нам пример. Не быть никому ничем не должен, кроме взаимной любви. Вот я сегодня с утра уже участвовал в миротворческом деле. У меня было такое, что миротворцем был там, где не каждый будет. Две общины баптистские. Две. Одни зарегистрированы, другие отделены. Между ними очень нехорошее отношение. Я приехал туда, сказал слово. Общины замирились. Там сколько слез, обнимались. Они друг друга знали. Но они же остались сектантами и еретиками. Не об этом дело. Они были во вражде, теперь мирные. Дальше легче с ними разговаривать. Вскоре от них придет один человек, другой познает истину православия. Православие-то и те, это насилие над собой делать надо. Сейчас вышел материал один. Почему я не могу быть православным? Почему? Я не хочу мертвым костям кланяться. Я не хочу мертвым трупам отдавать душу, когда я верю во всемогущество моего Бога. Зачем я к трупам пойду? Я ничего не могу сделать. Я не могу призывать к мощам. Почему? В прах ты и в прах возвратишься. Быть в православии миротворцем очень трудно. Но вот у нас самый большой враг, который больше всех зла надел, это Дворкин. И что? Молиться о нем я призвал, ролик составил. Молиться. И что и с ним можно примириться? Ну, в первую очередь, я не вражду, и он враждовал. Я-то и с ним никак. Он на меня четыре раза наезжал. Но и если представится возможность, мирно разойтись из этой жизни. Вот. Будьте миротворцами, блаженны, то есть счастливы, здоровы, во всем здоровье будет. Ибо они будут наречены сынами Божьими. Сынами Божьими называть все дается только одно из девяти блаженств. Быть миротворцем. Миротворцем быть. Настолько это трудно. Воевать это еще раз легче. Поражение потерпеть. С тобой погибли 50 миллионов. Но мир установить. Мир. Не тогда, когда тебя уже задушили, а ты в силе. Перед тобой уже склоняется враг. Мир. Мир. Есть люди, о которых можно только молиться. А которые не принимают меры, ну да будет как язычник и мытарь. Тут уже мытарли. Ничего нельзя сделать. Смотри, как солнце разгоняет туман. Вот так. Дух Божий, благодать Духа Божия разгоняет этот мрак. Смотри, какой туман густой дальше идет. И тогда человек радуется в Боге. Ну а какой результат? Ну в первую очередь, я говорю, ты замашь вот это что. Верни деньги и замашь. То есть к этому разговор не будет идти. Иначе они будут говорить теперь все время. Взял, 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 взял. Взял я и отдал. Она сама отдала. Я что брал-то? Брал. Мы заранее договорились до поездки. Сколько стоит. Ей оплатили. Деньги-то не ее. И он взял законно. Законно. Почему с ней он ничего не взял. До поездки у нее карманы были пустые. Ей дали 20 тысяч. 15 еще осталось. Ей вообще не на что жаловаться. Не на что. И он взял свое, законное. Но раз такой возник разговор, отдай. Лучше остаться обиженным. Мир. Главное мир. Вы оба брата, оба хорошие, оба тезки мои. И друг с другом примиритесь. Притом сегодня же. Завтрашний день не в наших руках. Понятно? С Богом примириться. Это через чтение Евангелия. Вера от слышания. Слышание от Слова Божия. Друг с другом. Это надо пойти даже на какие-то компромиссы. Ладно, я не виновен, но я отдам. Отдам и никогда попрекать не буду. И второе. Надо молиться, советоваться. Советоваться. Какую специальность избрать. Как жить. У меня навык в этом. Я всегда советуюсь. Любое дело. С кем-то. Я поеду к батюшке, к кому-то. Там, к Серафиме Габриловне. Бабушка, 90 лет. А еду, советуюсь. Мне куда-то ехать надо. Я приду к маме на колени встану. Мама благослови. Она руки положит. На голову помолится. Я спрошу, как? Мама, дай совет. А она не грамотная была. Ни одного класса не кончила. Но она все время молилась. Ее нельзя было светить, чтобы она сидела, семечки щелкала, на лавочке кого-то обсуждала. Нет. Она каноны. Николу Угодику, Паисию Великому. У них канонник. 30 канонов. Там Божья Матерь, Ангел, Ухранитель. Она целыми днями считает и молится. Считает. Это молитва ее такая. Мне вот это дано. А как дано? Потому что я очень часто участвовал в акциях примирения целых обществ. Людей бывает вот он такой-то, он сильно враждует. И как? Не напоминать. Я его подарками засыпать начинаю. Вот он сделал столько зла где-то. А я каждый момент где-то я чуть-чуть узнаю, он нуждается. Не могу сам других попрошу. Давайте вместе, ну как-то накосить и сено ему привезти. У него не с чем кормить-то. Ну он маленько умягчится сердцем-то. Дарами. Тут пойти на компромисс надо на какой-то. Поэтому мне нравится этот вопрос очень хороший. Быть миротворцем. Ты-то на меня ничего не имеешь? А то еще может с тобой мириться надо? Нет. Ты будешь сегодня работать или отдыхать будешь? Работать можно, конечно. Ну вот, к себе на дом иди. Печку сейчас. Сам смотри, где что. Что для пасеки нужно? Матушка тебя любит, пока она в монастырь не ушла. Она тебе может благословить всю пасеку. Как сохранить? Как что? В мире жить. Ну и благословен Господь. Это еще вообще удивительная осень. Березы почти зеленые. 19 сентября, а 27-го-то уже в воздвижении. А 14 октября покров, считается, земля покроется снегом, как принято в народе. Так остается, то что, это снега. А у нас все открыто, надо бак будет выпускать в воду. Вы переместитесь в деревню, пока здесь. Вот все у меня, во славу Божию. Простите меня, братья. Ты, Володя, еще на меня не имеешь? Нет. Не надо мириться. О, ты как этот. Это на ядсенюк там такой, Арсений. На него его кроликом зовут. Кроликом, да? Что-то обзываешь. Не знаю, за зубы его или за что. Морковка. Ну что, а мы с тобой пойдем сейчас туда. Надо, во-первых, с этой стороны скорее замазать, где отмазка там отвалилась от стены. И заниматься печью. У Витя расспросить, как он наклеивает, чем. Обоями можно заняться. Мы занимаемся по этой. А ты у себя там, гляди, что тебе возможно. Сделай, чтобы на крыльце ни одной вещи не было. На крыльце. На ключ, где у тебя ключ там есть, ты обязательно сделай и привяжи картоночку. Свои данные там, колесников или как. Все, ребята, уходим. Я забираю горшки. Кошек кормить. Кошек кормить. Продолжение следует...